Что касается вашего Фиделя, то это чудовище абсолютное, и если взять так в процентном соотношении, то в его правлении, в лагерях и вообще политзаключенных было больше, чем при Сталине и при Гитлере. Там больше 100 тысяч сидело, потому что при Страшном Батисте за политику преследовали максимум человек 500, а вот при Лидере Сработной Кубы Фидели там уже больше 100 тысяч. Причем вспомнить, что было в Искамбрае, там 5 лет фиделевцы уничтожали крестьян, причем в том числе и советским оружием, потому что ясно, что нашего оружия на Донбассе нет, и понятно, чем уничтожали крестьян в Искамбрае. Вспомните, сколько его было замучено, убито Че Геварой подручным, пока ты самого Че Гевару не подставил и не замочил. Че Гевара подписывался, у него иногда были такие шутливые подписи, он себя с Сталином подписывал. Вспомните узников Лакобани, вспомните, как в концлагерях месяцами держали людей, это я на Кубе имею в виду, месяцами держали людей в выгребных ямах, это вам даже не камеры. Как заставляли стричь газон его, простите, поеданием этого газона. Вспомните, сколько поколений кубинцев выросло в страхе и нищете, как пытались пересечь, значит, переплыть в Америку и погибали. Сколько сотен людей погибло, пытаясь сбежать в Америку. Да не сотен, там по подсчету 70, по-моему, то ли 87 тысяч, то ли 7 тысяч. Он самый настоящий преступник с точки зрения истории, с точки зрения юридического права, чего угодно. И печально, повторяю еще раз, печально, что он подох вот так вот в собственной постели и даже с уважением от некоторых диктаторских режимов и так далее. А сколько кубинцы, кастровцы уничтожали людей, значит, в Африке поддерживали режимы нету, там, Мингусы и так далее. Кстати говоря, это же все было кому выгодно? Был выгодно Совку, потому что Совок давал деньги на кубинский социализм, иначе бы там никого коммунизма, социализма никак не было. Коммунизм не может держаться без внешних флеваний или насилия над собственным народом и огромных нефтяных денег временных. Другого варианта нет. Вот, и Совок ограблял собственное население, чтобы продвигать социализм и поддерживать диктаторов на Кубе, в Африке, руками кубинцев в Африке. То есть это была такая разветвленная, преступная, фактически, организация. Вообще, Фидель, когда говорят о его качествах, ну какие качества? Все качества проявляются в ранней молодости, в юности, в детстве. В 14 лет, если я не ошибаюсь, можно проверить, он написал письмо президенту США, кажется, Рузвель тогда был, где он просил, как вы думаете, что он просил? Ну там, подарок на Новый год, там, Санта-Клаус, или там, открытку с Статуи Свободы, Конституцию Америки, или, может быть, прислать красивое издание, богатое капиталом Маркса. То есть, все что угодно, хоть там, открытку с Голой Женщиной. Нет, он просил прислать ему 100 долларов. Это вот такое известное письмо, но мало кто знает об этом факте, но, в общем, письмо в свое время было достаточно известно. Сегодня об этом уже не помнят. Вот тогда все и проявлялся. Собственно, он же и приехал на Кубу, уже захватывать власть, приехался вполне себе, ну, не то чтобы по каким-то сговорам с американцами, да, поскольку прежний режим он был другом, но так, средним другом Америки. Но он приехал искать приключения, поскольку он всегда хотел власти и денег, он был авантюристом. И только постепенно, когда, значит, он стал переориентироваться на совок, он заговорил о социалистических идеях. Это было отнюдь не сначала. У него, кроме желания денег и власти, ничего другого не было. А сколько он преступлений совершил даже по отношению к своим, вот, к революционерам первой волны, это в чистом виде, как было у Сталина и Гитлера. Вот у Гитлера там Рэм и Хрустальный ночь и прочее, у Сталина Сталин казнил своих же Ежовых и прочих. И, посмотрите, там фотографии есть, дивная фотография, достаточно, кстати, известная, это где-то марта 60-го года. Там стоит Асфальдо Дортикас, который застрелился, потом Че Гевара, который погиб в поливе, как вы помните. Да, 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 но один из трех соратников, который остался в живых, он говорил, что товарищ Кастро их подставил. За что, собственно, он был помещен в дурдом, а когда вылечился, он перестал это говорить. Потом Мартинес Сачес на этой фотографии, если я не ошибаюсь, он тоже был обвинен Кастро при грешениях. Но он как-то похитрее оказался в прошлого, решил покончить жизнь самоубийством, но промахнулся. И вот после такого красивого шага тоже его просили. А вот, допустим, командант Морган вообще его расстреляли в 60-м году, в декабре, в конце того же года. Так что там еще кого-то в тюрьму посадили, по-моему, если не ошибаюсь, Миною. То есть это был классический местечковый диктатор сталинского типа, типажа. И там находить в нем какие-то положительные качества, как он читал речи. Ну, Гитлер тоже читал речи, просто немножко более наконично. Говорю, ну что хорошее, что человек читал 10 часов речи. Ну, идиотский текст произносить 10 часов – это вообще не заслуга, я вам точно могу сказать. Поэтому, слушай, вообще, что произошло с Кубой самое омерзительное? Фактически, из-за установления вот такого коммуниактского режима ему достался цветущий остров с изумительной архитектурой, потрясающим зданием в стиле ар-деко, ар-нуво, бывший классицизм, изумительные богатые коллекции искусства, в том числе, кстати, музей Наполеона – это частная коллекция, национализированная. Да, там есть уникальные произведения. Эти идиоты даже до сих пор не смогли издать маленькую брошюрку с каталогом. Представляете, до какой степени не считая убожества. Самые дешевые проститутки все знали, самые дешевые проститутки там. Мечта за любую копейку и, главное, бежать с мужем новым за границу. Но стыдно. И они вот это все, это было такое же с того, только хуже. Потому что воровали, нельзя было заработать, воровали, где работали. Были в гостинице, воровали туалетную бумагу, мыло и все прочее. Еще где-то, еще что-то воровали. Вот такое общество построено. А еще кто-то тут этим восхищается. Это больные люди, кто восхищается. А, кстати, смешная история вышла. Когда Кубовец стала вновь переходить в сферу влияния США, мы простили все долги. Естественно, нас обычно, как обычно, кинули. И, в общем, правильно сделали. Там приехали первые роллинги, если не ошибаюсь. Потом мой любимый Рафаэль Певец спел. И буквально вот в день, за день до официальной смерти Фидель, не знаю, что его там отключили от аппаратов или раньше, неизвестно. Короче, приехал мой приятель Пласио Доминго с концерта на Кубу, наконец. Приехал, дал пресс-конференцию накануне. Там присутствовал Амара Бортвонда, они спели несколько фраз, замечательные фотографии. Следующее утро он репетирует в театре оперном, замечательную, послал фотографию, радостный, сообщил об этом. И через несколько часов, то есть буквально за пару часов до самого концерта, сообщают о том, что эта гнида подохла. Это, конечно, я думаю, ну как это смешно. И трагикомично, потому что Доминго так готовился. Прилетел, наконец, и вот такая история. Там 9 дней трауры. Естественно, Доминго был вынужден дать интервью и сообщить, что вот будет искать другие даты, перенесет концерт. При этом все-таки молодец. Он очень политкорректный парень, просто за что я всегда его критикую и пишусь. Он никогда ни о ком не скажет не то, что плохого слова, а даже принципиального. И тут он, не знаю, каким интеллектуальным или принципиальным уже себя образом сдержал. Доминго в этой речи не сказал о том, что умер великий человек или такая трагедия. Просто сказал, что это дословно. Ну, мы все понимаем, что Фидель умер. И, конечно, я буду искать другие даты для концерта. Вот это меня очень порадует. Продолжение следует...